Музыка Как настроение? Оля, вот бывает настроение на миллион долларов, а у меня в настоящее время на 100 рублей. А почему так? Наш же дят уже который месяц закрыт, и неизвестно, когда откроют. А вы все приходите к нам. Правда? Да-да-да-да. Вот здорово. Приходите. КОНЕЦ Володя, что тебе налить? Чай, кофе? А покрепче ничего нету? Грецкие орехи подойдут. Ха-ха-ха. КОНЕЦ С чего началась? В девятом классе, когда училась, в Богомодскую школу приехала преподаватель Попова Зимрида Степановна. Она была уже аспирантка. Она, как делала, не делала, правильно сказать, диссертацию. Ей надо было защитить. Писала. Писала диссертацию. Ей надо было защитить диссертацию. У нее разговор на отъять в Кировской области. И она, слушай-ка, мы создала кружок театральный. И я помню, да, старуха из Эргири? Горького. 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 И вот я играла там. А, нет, васа Железнова. Васу Железнову я играла. И мне это так понравилось. И потом я приехала в институт. Потом, значит, в институте всегда первокурсники. Смотришь, раньше художественной самодеятельности был. Я читала стихотворение, по-моему, то ли «Варварство», то ли «К матери» Сергея Острового. И меня в этот самый, на факультет общественных профессий пригласили. Вот три года отучилась. И, пожалуйста, получила удостоверение. Кружка художественной самодеятельности театра. Это больше, чем основную работу. Да. Да, да. Само так важно. Но основная работа была. Партия сказала, надо коммунисты ответить и влезть. А тут-то же для души. Эти тоже учителя-то раньше ходили. По деревням ходили. Вот Любовь Петровна, Аблицына, пошла в шестиденье, где я жил. И сценку надо было сделать. Я играл в городовом классе. Во втором или третьем я учился. Мать меня подушку туда привязала. И там в избе играли. Вот мой выход был первый на экраны делерезовской судьбы. Между прочим, у нас с тобой сцена свина. Он из армии пришел. В Черках работала в библиотеке. И у нас агитбригада, не агитбригада, но в общем коллектив поехали. Как оно? Барашки. Барашки поехали. Он вышел с пантомимами. Его как зрители хорошо принимали. Вот я его потом, Людмиле Геннадьевне, в театр-то. Его вообще зрители любили. Он тоже как-то любил. За столом седиму я же вот все время воду наливал как-то. И кусок хлеба ложил. А по городской выступать я принес перегону. А он не знал. Он не знал. Поставил и хлеба не было. Он как сцена заботилась, закулись туда. Он говорит, что это было. А то он до этого как, выгодит, закусит, и тихонечко. А тут он мякул и пшшшш. Лежит, полага. Я говорю, перегон был полаг. Вот паразит, а. Воду наливал, хлеб положился, закусить потом. Закусить, мякоть. А еще мне очень нравились гастроли. Это как праздник. Потому что надо выделить время, сделать все свои домашние дела заранее, чтобы освободить гастрольный день. Себя прибрать, так сказать, все. И на гастроли. А в спектакль отыграешь, потом едешь, вспоминаем, смеемся. Идешься, что получилось, что не получилось. Какие-то казусы, как встречали. И вот эта дорога, и вот обратное возвращение, вот прямо домой с обсуждением, тоже очень... За своими спектаклями мы побывали во всех селах нашего Богородского района, во всех абсолютных деревнях, где можно было выступить. Мы ездили в Зуевку, мы ездили в Буни, Елгань, Уржун, Верховыстрица, Кстинина, Кожголы, Бечовщина, Брадужина, Брадужина. Мы, наверное, в сказке в Команой в мостолыках застрянем автобус-то, да? И чтобы шофера не оставлять, вся команда артистов сидела до утра. Актизи, что ты добрался. Грязь такая, да? Ну, надо ли, в принципе, в мостолыке-то рядом. Можно выйти и уйти домой. На автобус оставить с водителем, и все. Нет, мы все сидели до утра. Кто-то только ушел, Геннадьевна, не вы, у Команой, вы, наверное, у вас не верно были. Потому что маленькая Настя была, что ей, наверное... А домой-то как сообщили? Дома-то ведь потеряли. А, нет, потеряли. Все это знают на кастроле. Самый интересный. Так не сутками же. Ну, так все. Ну, сломались и сломались. Помните, поехали на театральную весну. Помните, на автобусе, Константинович, и нас тогда Т-150 оттащили. Помните, где-то там с гора за Таранками, мы Т-150, автобус прицеплен, в автобусе на полу вода. Поехали мы тогда с дорогами. А? Дороги мы возили тогда. Ой. Не дороги. Мы это ехали на конкурсы. Или гармонь. Чтецов гармонь. 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 Это было после... Весна была. Весна, весна. Да, да. Поэми Жарова. Гармонь. Да, да, да. Я участвовала. Я только помню, что мы что-то не похожи. А в первый раз, девочки, мы ездили, или это были дни культуры, жили в гостинице Вятка. А, нет, это нет. Так, наверное, мы с этими ездили. Потому что Елена Борисовна и Черкова тогда были в гостинице Вятка. Вот такие были хорошие времена. Да, точно. Толкали. Поедем, поедем. Мы тогда первое место заняли. С этой гармонию-то так. Много раз первое место занимали, получается, за сорок-то лет. Ну, что ведь? Ну, пусть и не так жили один раз. Мы в Верховойске приехали, то ни с того ни с сего тоже в школе черпером играли. Не стало смешно. А я же не могу, вот она только засмеяться. Я думаю, я смеяться не могу. Она за мной, тем мы смеемся, смеемся. Остановиться не можем дальше-то. Зрители сами посмеяли, а столовили и так, и так, и так, и так. Роли, говорю, полынь-то играли. Ну, не можно ведь у меня большая роль была. Как бы отбили у меня бабкина. У меня потом караульская женщина. А я не могу, это играть так. Учительница говорит, я ведь все понимаю, что это спектакль, что вы играете. Но я ведь заревела из-за тебя. Да, привет, чтобы мне тебя жалко-то стало. Помню, Критский, приезжал же он, адмирал ведь тоже спектакль, где-то ехать и не ехать. Приехали он мне говорит, Людмила, очень сильные коллективы. Ты уж не обижайся, если, ну, никакого места не будет. Да я, да ну, да чего, да. Главное дело участия, да. Решили остаться на подведении итогов. Это любовь и голубей. Любовь и голубей. 7, 7, 7 уже часов вечера только закончился последний спектакль. Ой, жюри все обсуждать, обсуждать. Мы все ждем и ждем. Да, все ведь были. И потом я уже не могу. И надо бы домой. Вот сколько еще проедем, правда? Я-то иду по коридору уже, думаю, да что, закончился. Критский бежит и говорит, ну, вы даете. Все награды увозите. Лауреаты первое место. Главное мужское, ой, в смысле, первое место мужская роль второго плана. Первое место мужская, главное, женская роль. Бабкин, почетная грамота Дома народного творчества, конечно. Совет. А, я не знаю, я садись сижу переживаю. Как? Как? Есть. Так он потом, знаешь, что сказал? Вот, учитесь, как надо играть. Здесь жители. Вот так вот. Я вообще, конечно. Я хочу сказать, нет, что еще любят спектакли наши, нашего театра, уже родственники односельчан и приезжают специально. Да. В то время, когда, к примеру, спектакли Водородского театра. Вот это точно. Может, их не так много, но знаю, что вот специально в родители, едут в гостиках, да, у нас как-то. И сейчас ведь отзывы оставляют, вот книгу-то отзывов. Да. Такие добрые слова пишут всегда. Знаете, как приятно. Конечно. А что ведь на театральную весну, вон, дом у Домнина Сергея Григорьевича супруга-то все время ведь ходила на театральную весну. Она всегда приятела. Да, ладно, по-русски есть ноги. А, да, да. По-русски это все, конечно. Я гипсованно за ногой лежал. А-а-а, семейный портрет с послогодними. Я, кстати, хочу повторить. У меня большое желание есть. Вели в постель, и сидит на кроватку. Валентина выходит, молоко когда читает, серьезно. Зал уже сидит, тишина, по-моему, вот. Я говорю, и все-таки я размешиваю зал. По-моему, я ногу гипсованно, я ее закинул, и лезал, как в рох, я пошел. Это, конечно, подрядка, по-моему. Был гапку. Который лез, я вот по себе знаю, потом очень тяжело играть было. И вот забудет слова, по-моему, я в другое говорю, по-моему, все тяжело. А Которым отлично играть было с Гориной, мы играли вот эту, Кадриль тоже. Кадриль тоже, обалдеть. Кадриль тоже, обалдеть. Все складывать на лиду, по-моему, понимаете, вот легко играть-то, по-моему, так вот. Самый, наверное, любимый мой. Некоторые, да, некоторые ждут, когда забыл слово, и ступор начинается. Вот надо слово это. Вот шел, вот Володя, так он раз-раз-раз, и отца. От себя начнет говорить, и это даже не замечешь, что он где-то что-то забыл. Рассказывали, ну, не в спектакле, как, забыли, смотрели, слова-то ходили, закули, стояли, стояли. Сходила, говорит, вышла, слова посмотрела обратно, вышла, говорю, сказала, дальше пошли. Вот тут рассказывали, не можем вспомнить. Пойду-ка посмотрю слова. Какие, на мой, потом это все, чтобы незаметно было. Слова-то, что самое-то главное, можно сказать, что от себя только сказать, чтобы в этой фразе, в твоей выдуманной, было ключевое слово, которое дало бы, потом ее дальше продолжать. Вот, чтобы цепочка не прерывалась. Пожелание, берусь в Париж. Шишкин забыл, нахрен, слова свои, Васька. Утки летят по-настоящему. Я бы вам уже утки летят по-настоящему. Это синеток. Нет. Это, это, это был. Островский, Островский. Островский, синеток. Островский, Островский, Островский. Может быть, такие спектакли стали, правда? А мультикальные спектакли. Конума. Какие были красивые, еще какие-то. А свадьба в Малиновке, настоящий мюзикл. Получается. Мочё видать нежного сердца последний спектакль. Конечно, знаете, вот когда начинали, когда начинали, тогда можно было в нашем биткомбинате заказать любой костюм. Хоть сколько он стоил, хоть чего. Сейчас денег нет, финансирования нет. Выходим из положения. Кто принес шторы, сами шили. Кто принес еще какой-то отрезок, сами шили. Вот на Ханму, например, я сидела целую зиму, шила вот эти головные уборы. Целую зиму, как и дома, шила головные уборы. Конечно, было с репертуаром. Раньше ведь нигде ты возьмешь. Ты читаешь там пьесы, какие очень много, что выпущено. В Герцогу где-то что-то узнаешь, обратишься, да, и в Герцоге пошлют, отпечатаешь. Было и такое. Фильм идет, фильм понравился. Вот «Любовь и голубей». Сидела и весь фильм переписывала. Останавливала и переписывала. По фразам. По фразам, да. Весь фильм. Потому что это сейчас очень просто. В интернете набрала, пожалуйста, любой текст можно будет. Раньше, конечно, с репертуаром было очень сложно. Вот. Вот, например, спектакль, я не знаю, помните, не помните, по соседству мы живем. Помните этот спектакль, да? У нас была здесь длительница Нина Сергеевна Мальшакова. Помнишь? Помните ведь, да? Она уж на все спектакли ходила, как уж ей нравилось. И потом она уехала из Богородского района к дочери жить. И вдруг я получаю от нее письмо. Людмила Геннадьевна ходила в театр, смотрела спектакль по соседству мы живем. Такой хороший спектакль. Поставьте. Он понравится нашему зрителю Богородскому. Вот написала в эту самую герценку. Пришел текст. Вот так и поставили. Очень, вот для режиссера, волнительно. И очень переживаешь прямо, как пока идет спектакль. Господи, господи, да хоть бы все получилось. Смотришь, как реагируют зрители. Переживаешь вообще за каждого актера. Практически выучиваешь все их роли. Потому что это что-то на репетициях так есть. И, наконец, финал. Актеры выходят на поклон. И все. Такое облегчение наступает. Не представляете. И самое главное, я люблю репетировать. Это поклон. Главное, чтоб на поклоне. Ох, девчонки. Полтора часа позора и пять минут. Вообще люблю поклон. Каждый, наверное, каждый, наверное, артист любит поклон. Даже, наверное, профессиональный. Потому что все равно вот эту... Завладим. Я свою порцию славы, заслуженной или не заслуженной. Но получил. Ходить на репетиции. Надо текст учить. Тебя ругать, чтоб ты еще не выучила. Текст не знаешь. Следующему надо дню уже все выучить. Вот думаешь, ну вот, да вот все уйти. Но как вспомнишь, что контакты... Спектакли закончены. Как зрители приветствуют, как кричат, браво. Как тебе несут еще иногда и цветы. Сейчас уже приучены зрители. Это так мы с девочками, мои десятиклассницы, были в 13-м году. Где последний раз в спектакле участвовала. Делать там Ксюша, Утышева, Вероника, Наймушина, Наташа Рылова. И что, девчонки, завтра буду спектакль играть. Валентина говорит, ну, придем. Ребята, ну, цветы. И как они сидят на последнем ряду сахарами. Цветок машут мне Валентина Геннадьевна. Мои не же так, подсадные. Тем не менее, какие в принципе. Вот на счет цветов. Молодец, что ты вспомнила. Первый раз цветы нам подарили где? В Хорошак. На каком спектакле? На каком? Велся, бухгал. А на каком спектакле? 20, наверное, свадеб в один год. Да, 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 да. Представляете, Фаина Николаевна, Наголицына, до этого не дарили. Ну, кто-нибудь, она не принято. А может, они на том, не знаю, как он. И вдруг она выходит с букетом розовых пионов. С большущим букетом. И потом как-то, слушай, у нас стали дарить. Это ведь очень приятно, правда? Идут, 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 идут и дарят. Ну, у нас вообще благодарность. Да, очень благодарность. Потому что ездишь вот когда по другим районам, бывает, вот идет тяжело спектакле. Вот диспектакле хороший, но не занимают, и все. А у нас хорошо всегда. Спас, спас, по-мансамику, там культуру будет, да. Приехали выступать ко мне эти зрители, и механизаторы с поля приехали, очень прямо так на полу сидели, по-моему. Да, да, да. Ну, всех лучше ловать было. Какого-то, тоже на полу сидели. У нас души как-то, вот на души. Да, просто наслаждались еще, не критикуя, не выискивая какие-то там, вот что-то там, однокодные вот вещи. Да, да. В буржууме было. Зона была. Да, 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 зона. Потом в Кировке. Раньше театральную весну в Кировке не приглашали сначала по зонам, а потом в Кировке. Ну, зоня, если отберут, то тогда, значит, Енишпиров пригласили, да. Тогда почетная грамота была. Там второе место мы заняли. Я даже помню, после немского народного театра они играли урок «Дочка». Вот я потом этот спектакль тоже и поставила, потому что мне, ну, понравился. Да, нас пригласили. Ой, очень хороший. Я никогда не забуду, доктор Лев приезжал из Дома народного творчества, и в конце, помнишь, он ведь всегда собирал и это как бы, ну, обсуждал. Говорил мне, что анализировал, да. Он мне говорит, ну, вообще, я обалдел. Какой парик у вашей девочки, у Нади. Да, да. Да где вы его взяли? Я говорю, нигде не взяли, я ее обстригла и все. Вот представляешь, Натя, молодец. Вот, наверное, первая стрижка была женская. Надо коротко, а где парика? Ну, она из концлагеря. Понятно, что у нее только отрастают волосы. И она мне доверила свою голову. И представляешь, я по два сантиметра оставила по кругу, по всей голове и все. А потом свой парик ей отдавала. Белый-то, помнишь, когда уже у нее будто бы волосы отросли, и все, он говорит, ой, ну и парик у вас был. Я говорю, это не парик, это я ее подстригла так. Он был настолько удивлен, что даже вот человек пожертвовал своими волосами. А еще мы любим быть зрителями. Да. Кто уже не играл в спектакли, сейчас с удовольствием ходим смотреть на своих, как сказать, коллег, да, сейчас, да, сидишь в зале и думаешь, а вот могла бы и ты быть на этой сцене. А почему вы не играете? И вот так, и так здорово, и такая и зависть, и радость, и такое удовольствие, и вот прямо тоже здорово, когда и в роли зрителя, и в роли потом артиста. Зрителя тоже будет интересно. А я уж устарела. Я артист, так я говорю, в роли суфлера. Самая важная роль. Да. Суфлера. И знаешь, как страдает суфлера. Да, 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 когда ему век суфлеровать, да. Нет, конечно. А здесь Роман нужен тоже. Ты не смотришь на учитель танцев. Володя, Инна, вот что-то тут попалось где-то на флешке, учитель-то танцев тоже маленький. И небольшие тоже. Вот, здорово. Вот ради этого наших встреч, воспоминаний стоит жить, ходить в театр и играть в театре.